Всем добрый день, с вами снова Роман Четвертных и сегодня мы с вами поговорим о микроволновых печах. Какими они бывают? Почему одни стоят безумно дешево, а вторые безумно дорого? Стоит ли платить за дорогие микроволновые печи? И какую подлянку ждать от производителей микроволновых печей, которые стоят 50 баксов и которые стоят 500 баксов? Итак, давайте начнем. Самыми простейшими являются бюджетные микроволновые печи. В основной своей массе они производятся на мощностях Китая. В большинстве случаев они продаются даже не под известными брендами, а под локальными торговыми марками. Особенность этих приборов заключается в том, что у них очень некачественный катод и магнетрон, которые живут очень недолго. Их ресурс обычно составляет около 1000 минут работы. То есть вы покупаете микроволновую печь, пользуетесь ей несколько раз на дню и уже через полгода-год она начинает греть с каждым днем все хуже, хуже и хуже. Вроде как прибор работает, он не ломается, никаких ошибок нет, но при этом толком разогреть блюдо практически невозможно. А некоторые приборы нормально не работают буквально с первого дня. Сегмент приборов, которые максимально удешевляют, это микроволновые печи без тарелки. В конце 80-х годов на советском рынке появились микроволновые печи советского производства, в которых не было вращающихся тарелок. Это было сделано не потому, что была какая-то супертехнология, а потому что просто не могли придумать, как же заставить тарелку внутри вращаться. В результате этого пища нагревалась только в одной точке на дне. И как только ваша тарелка выходила за предел этой точки, пища там не нагревалась. Нагрев происходил за счет того, что и шла теплопередача внутри самого продукта. И к тому моменту, когда по краям ваш продукт был уже нагрет, в центре он был очень сильно перегрет. Подобные производители нам хорошо известно, и отсутствие тарелки в микроволновых печах бюджетного диапазона означает только одно. Нормально и эффективно пользоваться ими будет очень сложно. Если ваша задача разогреть стакан воды, то его безусловно можно рассматривать. Но если ваша задача использовать микроволновую печь для разогрева тарелок, для разогрева мисок с едой, то этот вариант не для вас. Следующий сегмент – это микроволновые печи эконом-класса, у которых есть внутри тарелка. Очень часто для удешевления используется низкокачественная тарелка, внутри которой можно видеть следы от воздуха. Такие тарелки недолго живут и довольно быстро приходят в негодность. Лопаются и трескаются, их требуется заменить. Само собой производитель, изготавливая такие приборы, отлично знает об этом. Как и в приборах самого бюджетного сегмента без тарелки, здесь находятся неподвижные антенные излучатели, то есть неподвижный магнетрон, что приводит к тому, что блюдо нагревается только тогда, когда оно находится в непосредственной близости к центральной части тарелки. Да, по краям он тоже будет нагреваться, но совсем не так эффективно, как оно нагревается в центральной части. Проблема у этих приборов точно такая же. Это очень низкое качество катода и самого магнетрона, которое приводит к тому, что примерно через тысячи минут использования, то есть после тысячи циклов, прибор начинает греть гораздо хуже. Поэтому если ваша задача поставить микроволновку в квартиру, которую вы собираетесь сдавать кому-то в аренду, либо, например, поставить ее на дачу и пользоваться 2-3 месяца в году, то в принципе ничего страшного нет. Но если микроволновая печь – это часть вашей повседневной жизни, и вы греете в ней тарелки по несколько раз на дню, само собой нужно выбирать более качественный прибор. Ведь в духовке вы готовите сразу весь противень с продуктами, а в микроволновой печке для каждого члена семьи тарелку нужно греть отдельно, и каждый разогрев снижает ресурс самого прибора. Средний ценовой сегмент – это стандартные классические микроволновые печи, которые выпускаются и китайцами, и корейцами, которые способны отработать несколько лет, от 2 до 5 лет довольно интенсивной эксплуатации. Стоят они ощутимо дороже, хотя на внешность мало отличается от своих бюджетных собратьев. В них используется более качественный катод. Чтобы проверить, насколько качественны эти приборы, посмотрите, доступны ли конкретные модели, которые вы рассматриваете на рынке Евросоюза. Если там симметричных моделей нет, то будьте готовы к тому, что прибор, стоящий перед вами, это прибор значительно эконом-класса, который лучше не рассматривать. Данные приборы всегда и повсюду оснащаются тарелками. В основной своей массе бывают трех объемов – 17, 20 и 25 литров. Есть исключение у японской компании одной, но тем не менее исключение скорее является доказательством правила. То, что эти объемы, они у всех стандартизированы. Следующим, более высоким ценовым сегментом, и, наверное, самым интересным на рынке соло-микроволновых печей является сегмент инверторных микроволновок. При этом большинство производителей имеют право и возможность писать на своих приборах абсолютную ерунду, рассказывая о том, что они инверторные. При этом можно найти инверторную микроволновую печь, которая стоит 100 долларов, но в данном случае это не инвертор, это смарт-инвертор. То есть от настоящего инвертора там нет абсолютно ничего, ни о какой плавности там речь не идет. С точки зрения работы инверторные печи гораздо надежнее, чем обычные магнетронные печи. Связано это с тем, что инвертор в большинстве случаев, когда вы выбираете мощность, не выходит на максимальные значения, а это означает, что ресурс самого прибора будет заметно больше. Кроме этого, качество изготовления инверторных печей обычно на порядок выше, чем изготовление обычных традиционных, и изготавливаются они на других мощностях. Топовый сегмент настольных микроволновых печей уже имеет фактически одну и ту же цену с микроволновыми печками встраивыми, самыми бюджетными, которые стоят тоже примерно от 200 долларов. Прежде всего нужно знать, что встраиваемая микроволновая печка ничем не отличается от своих настольных собратьев, кроме цены. Производитель, который производит встраиваемую технику, отлично понимает, что покупатель готов платить за дизайн и готов платить за него практически бесконечно. Из него можно выжать сколько денег, сколько у него есть. Поэтому духовой шкаф стоит определенных денег, а микроволновую печь покупателю пытаются продать под известными брендами за цену фактически такую же, как стоит духовой шкаф. То есть вы купили духовку, которая стоит 300 долларов и вам предлагают купить микроволновую печь, которая стоит тоже 300 долларов, хотя ей красная цена 50 долларов и не более того. Так вот, бюджетные свечи печи выпускаются точно так же на тех же самых мощностях, на которых выпускаются самые простейшие эконом-класса микроволновые печи. Причем есть в них варианты и без тарелок и с тарелками. Это не особо влияет на надежность самого прибора, но приборы без тарелки, они еще и греют гораздо хуже, греют точечно. Для разогрева стакана воды это не так уж и плохо, но если ваша задача разогревать тарелки, то лучше брать прибор, оснащенный полноценной вращающейся тарелкой. Следующим сегментом являются встраиваемые микроволновые печи комфорт-класса. Обладают всеми характеристиками микроволновых печей обычных настольных среднего же класса, но не отличаются в лучшую сторону уж точно. В данном случае, в отличие от инверторных печей, которые можно купить уже за 200 долларов, встраиваемые микроволновые печи за 500-600 долларов инвертором не обладают. Это обычные стандартные печи с вращающейся тарелкой. У них также соответствующие объемы 17-20-25 литров. И все, что вы платите, вы платите только за дизайн и красивую надпись, потому что внутри это все тот же самый Китай с того же самого завода. И самым топовым сегментом встраиваемых микроволновых печей являются инверторные печи. Они также есть в портфолио некоторых производителей. Стоят они баснословно дорого, то есть их цена начинается примерно от 800 долларов и до бесконечности. Особенность этих приборов это также отсутствие в приборе вращающейся тарелки и, соответственно, абсолютно идеальная точность поддержания мощности при разогреве и приготовлении. Теперь давайте поговорим про функции. В большинстве случаев покупатели привыкли к тому, что микроволновая печь это быстрый способ разогрева блюд. Вы ставите тарелку, поворачиваете ручку, либо нажимаете на кнопочку плюс 30 и микроволновая печка тут же включается. В большинстве случаев, приобретая европейские, либо псевдоевропейские микроволновые печи, вы сталкиваетесь с тем, что функции быстрого включения там нет. А согласно европейским стандартам, вы сначала должны включить прибор, то есть выбрать режим нагрева микроволновая печь, затем установить время работы и только потом запустить старт. Поэтому во встраиваемых приборах это требование выполняется практически неукословно. Ну, кроме тех случаев, когда печка продается на рынке Восточной Европы, но для западного не предназначена. Поэтому быстро использовать прибор довольно проблематично. Если ваша задача быстро разогревать, и вы не хотите тратить время каждый раз на включение и настройку самого прибора, то самый лучший вариант это микроволновая печь с механическим управлением, где есть всего лишь две ручки. Первая ручка выбор мощности и вторая ручка выбор времени. И больше ничего. Поворачиваете ручку времени, и она начинает отсчет, автоматически включая микроволновую печь. В теории из этого видео вы могли бы понять, что чем дороже микроволновая печь, тем она лучше. Но это отнюдь не так. Во-первых, производители имеют право совершенно законно вводить вас в заблуждение, поскольку не обеспечивают и не гарантируют тот факт, что этот прибор является действительно инверторным, либо тот факт, что у прибора действительно ресурс соответствует нескольким тысячам часам работы вместо тысячи, минут. Эту информацию проверить практически нельзя. И некоторые производители пишут, что у их приборов срок службы 5 лет, и при этом они больше тысячи минут физически не работают. Некоторые производители пишут, что у них есть инверторная система, при этом никакой инверторной системы внутри прибора нет. Поэтому выбирая микроволновую печь, основывайтесь только на своих потребностях. Как часто вы будете ее использовать? Что вы будете разогревать? Как много вы будете разогревать блюд? И насколько долго вы хотите, чтобы ресурса вашей микроволновой печки хватил? Если вам требуется консультация по подбору бытовой техники, пожалуйста, обращайтесь. В описании этого видео есть ссылка на мой сайт, где можно заполнить анкету и получить всю исчерпывающую информацию по тем приборам, которые подойдут именно вам. Подписывайтесь на мой инстаграм. До будущих встреч. До свидания.